Ах, не звери, краси! Ах, не звери, краси! Зал ожидания на железнодорожном вокзале сегодня превратился в концертный зал. Такие сюрпризы для пассажиров не редкость. День защитника Отечества не стал исключением. Сегодня мы, конечно же, организовали такой концерт, Дню защитника Отечества, чтобы поздравить наших пассажиров, мужчин, собственно, с таким большим и важным праздником. Надеемся, что нашим зрителям концерт понравится. Он теплый, душевный и очень близкий каждому человеку сегодня. В комнате отдыха остановилась. Я сначала не поняла. Думала, что это где-то музыка играет, а это живой концерт. Вы знаете, это бесподобно. И пассажирам не так скучно будет сидеть, время коротать. Отмечают праздник. Известные композиции и премьеры авторских песен. Сегодня пассажиры услышали песню одного из командиров штормового отряда. Кстати, среди артистов есть даже певица, которая ранее выступала на сцене Мариинского театра. Знаете, интересно. Мне нравится, что звук летит. Конечно, это немножко неудобно в силу каких-то акустических законов. Но все равно это интересно. Опытные люди здесь живо откликаются на музыку. Откликаются пассажиры и на помощь бойцам. Эти волонтеры плетут маскировочные сети на фронт. К сетям кладут вот такие обереги в виде ангелов. Пассажиры смогли присоединиться к общему делу. Когда сети упакуют, туда вложат упаковочку с ангелочками. И когда раскроют эти сети, там будет сюрприз такой приятный. Еще будут там письма от сотрудников железной дороги, от их детей. Услышать живую музыку на концерте скоро смогут и жители Новоалтайска. В ближайшее время там тоже планируют провести концерт в рамках проекта «Вокзал территория культуры». Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.